Телекомпания ВИД представляет И если есть практически интерес, то рекомендую прослушать это величественное музыкальное произведение в моем исполнении. А если поездка сюда для вас пока нереальна, то просто посмотрите на красивую страну. И без зависти порадуйтесь за вашего соседа, который поедет сюда отдыхать по нашей рекомендации. Если к этому душа открыта, то в добрый путь. Итак, непутевые заметки или швейцарская баллада. Когда-то, несколько лет назад, ну, старожилы непутевых наверняка помнят, мы были в Люцирне проездом. Сегодня же есть время немного побродить по этому городку. В середине 19 века сюда на отдых приехала английская королева. И с тех пор Швейцария стала туристической страной. В свое время здесь жил маэстро Рихард Вагнер и выпуклые глаза Пабло Пикассо. А теперь вот вы, ясноглазые, любуетесь его красотами. Люцирн всегда был диссидентом, белой, точнее, цветной вороной среди других городов Швейцарии, попавших под влияние протестантства, исповедавшего аскетизм и скромность. А Люцирн же демонстративно украшал себя барельефами и фресками в архитектуре, а в одежде – оборочками и рюшечками. То есть тем самым выражал протест против тогдашнего, ихнего Михаила Андреевича Суслова. Сегодня в Люцирне находится огромный концертный зал, музей транспорта, кстати, самый большой в Европе музей Пикассо, Вагнера, Андрея Кнышева. Но мы не успели там побывать, оставили их посещение для вас. Замечу, что уже в давние времена Люцирн славился тем, что поставлял наемных солдат европейским любителям войн. Это их потомки. Здесь же, в центре, памятник погибшим солдатам, защищавшим во время революции французского короля. Их было тысяча, и они все погибли, кроме одного. Он был в самоволке, в гостях. На сеновале у местной девицы. Под ультро вернулся, и вот на тебе. Идея памятника принадлежит ему. Но все равно, это я нашим бойцам говорю, это, конечно, не повод все-таки ходить в самоволку. У Швейцарии самая большая армия в мире. Если соотносить число солдат и резервистов, количество населения. Но при этом, после войны с Наполеоном, Швейцария держит стойкий нейтралитет. То есть не вступает ни в какие блоки. Так что за евроконституционный ремонт в Югославии Швейцарии не повинны. За что им отдельное спасибо. В то воскресное утро отмечался церковный праздник. И глядя на них, разодетых, ухоженных, искренне верящих в высшие ценности, я просто порадовался за них. А это визитная карточка Люцерна. Деревянный мост 14 века. Через озеро. Но почему-то проход таксом по нему запрещен. Может быть, чтобы не путались под ногами у влюбленных? Если кто-то из вас окажется вскоре в Люцерне, зайдите на мост и сделайте это. Не пожалеете. Для многих поездка в Швейцарии еще привлекательна и тем, что любование окрестностями, целование на мосту замечательно совмещается с лечением, последующим лечением. И здесь уже не до смеха. Тут главные деньги. И куда больше, чем в кепке этого клоуна. Но если они и есть, швейцарская медицина творит с их обладателями чудеса. Некоторые наши знаменитости останавливаются для этой цели в дорогих отелях Люцерна. Другие известности в пансионатах, приклиниках, которые выглядят как пятизвездочные отели. Здесь они проходят оздоровительные курсы, занимаются лечением, делает пластические операции, детоксикацию, то есть очистку организма от последствий переедания, курения, алкоголя и других удовольствий. Конечно, все они находятся здесь инкогнито, и мы не собираемся никого засвечивать. Наш принцип не навредит. К местным развлечениям, помимо казино, внебрачным связям и шоппингу, относится поездка по озеру на старинном колесном пароходе, построенном в начале прошлого века. Наш лайнер отмечает в этом году столетие. Его построили в 1901 году. Экскурсионная публика, отправившаяся на эту водную прогулку, любуется не только проплывающими мимо видами долин, гор, изящными вилами, соборами и самим озером, глубина которого достигает свыше 200 метров. Да, замечу, что с 1950 года вода в нем считается питьевой. Так вот, не только окрестности радует глаз, но и пароходные механизмы, любовно сохраненные и буквально завораживающие и детей, и взрослых. Причем работу парового двигателя видишь в натуре, то есть чисто конкретно. Берега озера принадлежат трем кантонам, ну, по нашему губернию. Ури, Швиц и Унтерфельден. Вы записали название? Потом пригодится викторине. Так вот, именно здесь родила Швейцария. Эти места – это ее сердце. Так красиво говорят сами швейцарцы. Хотя мне всегда казалось, что то место, которое рожают, называется иначе. Причем оно не менее красивое. Но швейцарцам виднее. Они вообще романтики. Вот эти, например, романтики все три часа путешествия играли в подкидного, ни разу не взглянув на идиллические пейзажи, проплывающие за кормой. В одном из местных городков, из кантона Ури, нас было попытались обстрелять. Но ядра не достигли цели. Зато мы, когда нам дали порулить, пустили на дно пару экскурсионных проходов. Это была наша маленькая месть с Швейцаром, запоруганную через Пал Палыча. Что-что? Это за Пал Палыча, говорю. Причалив на противоположном конце озера, мы сошли на берег и пересели на поезд, поскольку туркомпания выдала нам Швейцпас. Это единый проездной на все виды транспорта. Поезд, пароход, автобус, горный подъемник. Швейцпас – потрясающая штука. Рекомендуем. И еще один полезный совет тем, кто последует нашему примеру. Договоритесь, чтобы ваши чемоданы и сумки во время переездов следовали отдельно за вами. Избавьте себя от таскания их с поезда на поезд. Тем более, что за три часа переезда до Альп мы сменили три или четыре поезда. Причем ожидание очередного составляло не более пяти минут. Вот как-то у них все это продумано. Не по-человечески. Точно. А вот и наши вещички, встреченные нами на каком-то полустанке. Мы же двигались все дальше, в глубинку, в горы, где меня поджидала неприятность. Но об этом чуть позже. Ку-ку. Мы в Швейцарии. И гидом у вас лучший в мире гид. Карлсон. Дмитрий Карлсон. Конечно, швейцарцам виднее, где находится, так сказать, сердце их отчизны. Но мне сдается, что это Альпы. Наш соотечественник Николай Карамзин, еще до Юрия Сенкевича, начавший путешествовать по миру, так описал эти края. Какие места, какие места. Счастливые швейцары. Он именно так и написал. Счастливые швейцары. Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному Богу. Вся жизнь ваша есть, конечно, приятное сновидение. Николай Михайлович Карамзин. Однако пора вниз. За снежных вершин мы спускались на велосипедах, взятых на прокат. Были разные варианты спуска. Здесь ведь, как и на лыжах, есть голубые трассы, то есть легкие, красные, сложные и черные для любителей экстрима. Мы выбрали черную трассу и не ошиблись. При том, что в первый раз в жизни сели в седло вот такого велосипеда. Но удовольствие получили сверх всякой меры. Вот уж поистине счастливые швейцары, имеющие возможность кататься по горам на замечательных двухколесных машинах. Только нельзя расслабляться от подобного умиления. Пройдя черную трассу, уже в самом конце, в долине, я повстречался с котом, который перебежал мне дорогу. И ведь не черный был этот котище, а обычный, швейцарский, откормленный серый кот. Скорость у меня была приличная. И если бы это было там наверху, в горах, то моя скромная могилка могла бы стать местом туристического паломничества для наших. Но, увы, испытав удовольствие от спуска и радость от того, что остались живых, на следующий день мы переехали в другую часть Альп и поднялись в райский уголок, где в полной мере ощутили пьянящий воздух Альп и магию гор. И здесь мне вспомнились очень простые строки. Безмерно мало нужно людям. Трава и снег, вода и хлеб. Да знать, что где-то тоже любят тебя такой же человек. Чудесные места. И неудивительно, что здесь побывали пришельцы СНЛО, оставившие себе вот эти знаки. Здесь находится самый большой ледник в Европе. Алекс Глетчер, длиной 24 километра. Вот такая делическая постарали. Трудно себе представить, что еще 150 лет назад Швейцария была развивающейся страной. Тысячи людей умирали от голода в результате неурожая. А сегодня Швейцария одна из богатейших стран мира. Надо быть полным козлом, чтобы не попытаться понять феномены этой страны. И обдумать его можно именно здесь, в горах, за стаканчиком легкого вина и чудесного сыра, который дарят туристам местные козы. Горные отели, пансионаты весьма благоустроены. И даже мы, в общем-то, люди избалованные, оценили удобство и простоту местных гостиниц. Да, швейцари торгуют своей красотой и уникальной природой. Целые районы живут только за счет туризма. Природные источники с горячей минеральной водой излечивают многие заболевания. И у тех, кто оказывается здесь, вдруг возникает отрешенное состояние и чувство покоя. Хозяином нашего отеля был колоритный усач, местная достопримечательность. Он угощал постояльцев национальным блюдом. И женские сердца оттаяли от общения с ним, как этот самый швейцарский сыр. В этот городок приезжают лечиться наводы, как говорили в старину. Помимо трех и четырехзвездных отелей, есть, так сказать, частный сектор. Старинные и даже древние домики, но обустроенные внутри, как суперотели. Названия их весьма романтичны. Мелодия, идеал, ну и тому подобное. Городская скульптура отражает специфику местной жизни. Завершением такого путешествия по Швейцарии может стать остановка в Монтре. Час-полтора на поезде, и мы оказались на берегу Женевского озера. В Швейцарии ведь все близко. Буклетная банальность, но ведь это и вправду. Швейцария – это Европа в миниатюре. Здесь собраны все привлекательные контрасты континента. Снежные вершины этого июлита и альпийские луга, кристальной чистоты озера и девственная красота лесов. И средневековая вязь архитектуры. Оттого здесь и провел остаток своей жизни Чарли Чаплин. Да, это все Швейцария. Тремстам жителям Швейцарии принадлежат 374 миллиарда швейцарских франков. Это одна пятая всего имущества всех людей мира. А 150 лет назад они умирали от голода. По статистике, на долю каждого швейцарца могло бы прийтись 100 миллионов франков. Но это если действовать по принципу Шарикова. То есть взять бы все, да и поделить. Здесь находятся виллы самых богатых людей всего мира. Владельцы Хайникин, хозяина Икеа, Миши Шумахера, Тины Тернер, Филли Коллинза, Бори Беккера. За год число местных миллиардеров увеличилось с 72 до 83. Для людей моего поколения этот курортный городок освящен именем Владимира Набокова. В отеле Монтрео Палас он провел последние годы своей жизни, снимая несколько номеров. Этот памятник установлен в холе. Он писал романы, великие романы, до сих пор вами не прочитанные, а в перерывах ловил бабочек и потихоньку проживал Нобелевскую премию. Часть шестого этажа принадлежала ему. Ну, конечно, факсом великий писатель не пользовался, иначе послал бы нас куда подальше за такой комментарий. Куда подальше это Шильонский замок. Еще одна из достопримечательностей Монтрео. Посетивший его восторженный Байрон написал свою знаменитую поэму «Шильонский узник», которую вы тоже, наверное, мечтали. А ведь портотип ее героя провел десятилетия в этом подвале, будучи прикованным вот к этому самому столбу. В верхней части замка посетители знакомятся с тем, как жили, ели, спали, изменяли, коварно убивали друг дружку, его обитатели. Здесь даже представлен туалет, типа сортир, отполированный задницами графьев за многие столетия. Ну, не будем так глубоко заглядывать в аналы, то бишь глубины истории. На самом деле я отснял материалы о Швейцарии еще на несколько передач, так что мы сюда вернемся. Ну, не пропадать же добру. Наша чудесная Подмосковья называют второй Швейцарией, а здесь в первые. Отдых, естественно, подороже, чем в Звенигороде, но местные красоты и сервис стоят того. Так что звоните. Телефон в конце передачи. Субтитры создавал DimaTorzok